приветик приветик большой всем это я оля из греции и вы на моем канале flower therapy цветочная терапия у нас сегодня замечательный день и я воспользуюсь моментом вот тут я сижу в моей беседке вот так вот тут было до этого в моих объятиях кошечка неподалеку лежал дзак сидели наслаждались солнышком и думаю хватит оля сидеть давай-ка что-то заснимешь вообще мне надо много всего делать знаете у кого много растений пересадки посадки рассадки и вот я этим занимаюсь потихонечку есть у меня кое-что что у меня заболела летом что отсохла какие-то растения с балкона вот опустошились какие-то горшочки надо заполнить чем-то кого-то надо перевалить побольше сейчас вы все это увидите я решила вот тут где я сижу на солнышке так хорошо тепло греюсь даже могу сказать уже и жарко стало и думаю дай-ка пересажу быстренько а потом думаю возьму оля камеру и засними ты это все и такси это будет чуть длиннее когда все надо на камеру конечно ну не первый раз так что давайте я буду пересаживать вы смотрите мои пересадки берите идеи просто отдыхайте от суеты от усталости не знаю смотря картинки и мою болтовню надеюсь вам будет интересно смотрите далее вот так вот я тут сижу вот она я крылечко мое знаете как удобно тут сидеть облокотилась я бы столб и вот горшочки которые освободились вот эти два крупные они мне нужны для вот этих двух они уже выросли хорошо уже даже бывают вот так вот перевешивает прям вот от тяжести им надо видимо явно поменять горшки даже если корневая у них не сильно развитая вверх очень крупный чтобы перевешивать вот вот этот пойдет в другой тут в общем надо рассадить вот эти вот у меня мелкие тоже есть красулы там тоже что-то полуживое вот этот ничего вот этот из новеньких последней выставки что приносила вот какой он подрос в общем есть вот пустой у меня тут у меня тоже красула вот уже летом почти уже умерла сейчас посмотрим что тут живое и давайте уже буду приниматься земелька земелька не имеет значения какая хотя мне много раз спрашивают про землю все пользуются разной землей каждый у каждого своя смесь пробуйте разные смеси смотрите у разных блогеров что-то вам подойдет что-то вам может не подойдет не понравится смотря какой климат какие условия из потихоньку найдете какая смесь подходит вам я сама в течение значит столько лет меняла состав грунта для кактусов и суккулентов то одно пробую то другое что-то мне нравится что-то не нравится так что не имеет значения в общем какой грунт грунт суккулент берите универсальные делайте сами сегодня не о грунте не знаю что пошло не так отключилась в общем продолжаю и начинаю в общем убрала камушки с горшочка и вот так вот я помогаю растению скажем чтоб корни его скажем отошли от горшочка если они прилипли вижу что она очень очень крепко держится внутри горшок не пластиковый так что не не могу я его память знаете да вот пластиковый так в нем вот и земля чуть-чуть это отходит сейчас посмотрим а вот и все видите вот такая вот вот такой хороший вот так как есть просто перевалю побольше так готовим наш горшочек так тут у нас вот такая вот как ее сейчас эхиберия лилокина не растет совсем не растет ли то вот так как же вынимаем камушки опять использую вот где моя ложечка обязательно я использую повторно камушки а вот землю очень очень стараюсь когда пересаживаю земля даже если хорошая если ком сломался и вот не держится его не надо менять этот ком земли здесь он хороший оставляю если нет земля у меня всегда меняется и уходит куда-то ненужное куда-то в сад что-то перемешивается что-то могу посадить что-то перемешать с другой с хорошей новой землей и посадить скажем что-то крупное садовое большой горшок вот так вот опять вот эти вот малыши вот эти неженки скажем я не буду сажать в эту же в этот же грунт всегда стараюсь новый делать не знаю вот так вот потому что я не добавляю в растения не удобряю их так это куда сюда не удобряю вот видите корневой даже нет вот плохо растет не хочет расти в маленьком горшочки не рост побольше пересадила не рост вот такая всего корневая видите так твоя этикеточка и нити . в общем пошла туда так земелька но очень хорошая но все равно отсыпать придется так в этот же грунт который сделала может и в этот а может и поменяю так ну давайте поменяю тогда раз поменяю так поменяю но другой горшочек пока раз у нас есть ком земли в растениях значит можно отсыпать все-таки земля хорошая ничего нет землей очень хорошая так сейчас посмотрим сколько сюда надо всего смотрю много камушек я добавила они вообще тут не нужны почему я много камушек добавила а потому что растение было маленькая я боялась за корневую ничего сейчас мы берем и дадим новому растению побольше земли поменьше камней так вот вот это вот процесс что сейчас делаю это мой любимый я очень люблю пересаживать растение я бы могла очень часто но у меня много конечно же я пересаживаю есть к растения которые пересаживаю каждый год есть который не каждый год каждые два есть каждый там пять лет смотря какое растение да но в целом мне очень нравится пересаживать особенности такие маленькие знаете не колешься ничего не трудно очень нравится ну конечно нельзя растение всегда часто трогать вот сейчас я вытащила до земля замечательно без проблем ничего все хорошо и и не надо убирать значит ком оставим целый так я убрала много земли значит обязательно я добавлю с его горшка тоже его земельку что осталось вот это вот вся его земелька который он привык все-таки чуть-чуть пусть будет так добавляем новую интересно не знаю даже не проверила как я как снимает а я снимаю может надо было даже посмотреть вдруг что-то не тоже заново начать ну ладно уже и получится так и получится так идем мы хорошие видео если вот так вот теперь достойный горшочек знать как будет хорошо смотреться ну все так пока буду заполнять давайте будем болтать чтобы вам сказать немного раз пишут значит оля рассказывай как именно ты пересаживаешь растение что делаешь ты я вроде все это говорю всегда и по ходу дела когда что-то показываю просто и в отдельных роликах вот конечно может что-то могу забыть ну бывают новенькие попадают на мой канал может они не остаются может одно видео посмотрите все не возвращаются может и остаются комментарии не пишут не знаю но и спрашивают какие-то вот вы вопросы но если они за мной будут следить и просмотрят какие-то хоть ролики они поймут невозможно каждый раз в общем объяснять одно и то же говорить как там что зачем почему главные правила выращивание суккулентов и кактусов это это внимание вообще про все растения внимание надо наблюдать за своими растениями чтобы понять в чем они нуждаются как я могу вам говорить делайте это делайте вон то если я живу в таком климате вы живете в другом климате у меня уличное содержание у вас домашнее содержание даже если у вас уличное содержание скажем климат очень похож на наш все равно климат другой влажность другая там он все равно температуры разные если у вас лето такое зима холодно все равно есть разница так так что я не могу вот говорить точно даже и греки когда мне спрашивают тут с греции я тоже не могу точно сказать потому что каждый район все-таки свой климат свой микроклимат имеет и растения ведут себя по-разному на общее правило есть да не любят много воды и дать и надо заливать данных надо рыхлую землю вот но боятся холода берегать от холодов вот такая вот красота сейчас новенькая земелька питание теперь будет потому что я не добавляю удобрения что возьмется с как его с новой земельки вот и весной они будет свистеть вот она наберет силы и засветет может даст новые веточки вот красота получилась так продолжаем продолжаем как следующий сказал заведующий ну вот нос опять тут камушки смотрите какой хороший я его приносила маленький росточек с какой-то выставки кто меня смотрит вы наверное знаете да видели уже этот росточек я приносила с какой-то выставки кажется если название это у нас красула рупестрис том-тум труп том-тум что-то такое в общем интересная красотка такая хорошенькая тут ни один корешок у него вот так знаете у него вот он растет потом раз нагнется вот так вот один вот от тяжести я вот этот который нагинала нагинался я вот так вот ломала и тут же втыкала вот сбоку думаю когда буду рассаживать вот эти которые укоренятся я их уберу или же оставлю чтобы вот такой пышненький красивый кустик вот так отсюда надо убрать камушки не знаю как они вообще уйдут вот и буду тоже дальше делать что есть предыдущим тогда тут камушки плохо тут они такие хрупкие эти красу вы но они мне так нравятся он у меня не цвел не интересно увидеть его цветочки я думаю увижу может в этом году уже в следующем году скорее всего весной они цветут ну вот так сейчас наверное тут ножичком я и не пролезу не знаю бог как он вырос хорошо ой-ой-ой тут не пролезть тут не пролезть просто не пролезть ну вот чуточку так как бы его расшатать ложу на руку видите ложу на руку и трясу не хочет значит надо еще еще каких-то местах надо еще помочь отлепиться скажем этим корешкам там такая земля твердая мамочки как она такая стала уху-ху-ху-ху что тут происходит такое хорошее растение такая кудряшка получилось вообще мне нравится очень не могу сказать что растет сильно быстро ну и не совсем уж и медленно за то времени сколько она у меня годика два может всего а может и больше даже запоминаю так смотрите прессу не хочет значит надо потянуть а что тут тянуть вытянуть что-то что не надо или от с места торгу так кто-то приехал а вот смотрите какая у него смотрите какая красота о какие корни так камушки уйдут и перевалим в другой горшочек вот в этот белый горшочек он будет идеально подходить так в нем уже есть дренаж внизу вот так посажу чуть-чуть глубже потому что у него галяются стволы внизу а сейчас я одно посмотрю что тут укоренилось что-то отдельное есть что укоренилось что могла отделить сейчас или не надо давайте не буду трогать не буду трогать знаете если что что будет уже нагинаться я буду отсаживать отдельно вот так вот ну все теперь надо добавить земельки павлу привет приехал муж с работы сейчас он будет сказал мне а ты почему не спишь потому что я решила сегодня вот таким делом заняться нужным такой денек хороший разве можно его проспать обед такой хороший нет у нас два дня такая погода была отвратительная ждала солнышко чтоб воспользоваться моментом а поспать а поспать можно и ночью раньше лечь что я вчера делала вчера тоже ролик снимала ну так получилось что у меня идут съемки вот одна проблема у меня сейчас я это говорю громко что кто-то слышал а если мой муж не снюю это не услышит еще раз может кто-то другой услышит сосед которых нету не нужна подставка вот это вот с ножками для телефона чтоб я могла оставить и снимать себя как ее называют нету меня и мне никто не покупает а вы сейчас скажете оля ты не можешь сама купить нет не могу 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 я делать много другого а покупатель себе такое не могу потому что я разбалованная женщина меня очень балует муж все покупает он мне это тоже я жду от него вот так вот я сказала видишь тебя сейчас услышат все мои подписчики и ты опозоришься ну не хочет он мне его покупать у меня не воспринимать всерьез понимаете а я мучаюсь вы бы видели как сейчас я установила свою свой телефон что я придумываю чтобы его установить вы не знаете каждый раз так так земельки не хватило включая спаду сделаю еще земли и увидимся скоро я вернулась все земелька готова вот что будем делать дальше так крупные посадила теперь мне надо в этот горшочек пойдет это вот такой горшочек у меня есть квадратный кель что посадить в него у меня есть два два вида красу и вот такие вот не знаю насколько хорошо видно вот вот этот вообще плохо хорошо растет два хочу сунуть сюда и может может к ним подойдет толстяночка у меня тут есть вот такая вот не толстяночка а по хифиту его птички склювали он бедный еле живой вот он видно видите подсажу вот это знаете такой одна красула зелененькая другая такая знаете зелено-серый на лед а вот это такая розовая если спасется мне кажется неплохо будет вместе попробуем ничего не сживутся а так не сживутся так ну что а ну конечно у нас камушки какие камушки такие такие камушки все вместе высыпаем так и не забыть бирочки не перепутаю конечно в общем камушки ушли о какой тут зеленый камушек красивый люблю я камушки куда не иду я камни собираю разные разные просто я в них не разбираюсь породы какие что зачем почему ничего не знаю ну знаю это мрамор там знаю известняк наверное больше никакие камни я не знаю вот совсем далеко от этого хотя очень не нравятся камни и очень интересно иметь как его какие-то знаете более редкие а больше я предпочитаю нет больше нет больше меньше не могу люблю я камни саду для растений и крупные и мелкие в горшочке а еще люблю драгоценные камни и полудрагоценные это уже на себе одевать вот не могу сказать что у меня есть что-то такое настоящие хотя что то есть у меня а вот тут корневая маленькая видите так и тогда значит сюда побольше земельки вот люблю как наверное большинство женщин я тоже люблю украшения ну не могу сказать что так сильно сильно но люблю бывает на поседневно люблю простое а если куда-то уже выйти в более что-то люди в такое вот место не знаю там хороший ресторан там театр свадьбы там и такое ну конечно я хочу одеть что-то хорошая золотишко сваровский настоящий вот люблю что люблю то люблю сваровске это кристалл так это не драгоценный камень нет это не камень просто кристалл вот ну настоящий сваровский все-таки не дешевый кстати напишите мне вам нравятся украшения с драгоценными камнями или полу драгоценными вот я чем взрослый мне тем больше нравится я помню когда я была наверное лет 13-14 помню папа мне говорил давай куплю тебе там ожерелье серьги кольцо там как его браслет предлагал мне знаешь драгоценными камнями такое знаете что-то такое тяжелое я даже помню мне предлагал горит подходит своим глазам у него были такие как капельки зеленый вот этот камышек смарагды его тут называют смарагды это смарагд смарагд что-то такое зеленым и они такие были тогда знаете классические было совсем девчушка одевала такое все знаете серебро современные такие какие-то кольца змея там какие-то не знаю какие-то брелки с скелетиками ну в том возрасте вот такая вот мода была я такие представьте для меня что был для меня какой-то ожерелье такое богатая с смарагдами папа мне хотел настоящее хорошее купить год пусть у тебя будет ты повзрослеешь будешь одевать значит я говорю фу я такое в жизни одевать не буду сейчас говорю вот я дура хотел мне отец подарить такую вещь такую классику красивая конечно я одевала уже одевала по его и еще далее а вот я не понимала надо было настаивать отцу сейчас попрошу не конечно уже не скажет во первых я не попрошу во вторых даже сему намекну скажет все поезд проехал доченька теперь тебе пусть муж покупает и правильно скажет а честно очень люблю я вот эти вот камни особенно которые синие сиреневые розовые зеленые голубые красный не люблю красный как он там называется знаете вы я не знаю вот даже даже и на янтарь я обратила внимание хотя помню мы у маме что-то было с янтаря нам не хотела подарить какое-то кольцо а для меня ну казалось фу такое для бабуси а теперь я посмотрела в другим взглядом на это все ну ладно поезд проехал как говорят уже все вот а тут я не знаю янтарь на вообще что то есть очень редко встречаю тут он не очень славится вот зергон конечно наверное есть зергон это уже свадебная а вот кстати хорошая тема вот хорошая тема можно посмотреть показать мои кое-что не все из моих как сказать украшений а вот вас интересует посмотреть такое видео меня интересует меня интересует что вас интересует вот так три растения если может еще что-то найдется я еще одну посажу сейчас я вам покажу потом конечно все поближе покажу вот такой горшочек и вот такие вот цветочки видите сейчас солнце нету солнце ушло и не знаю если вообще видно ладно я потом покажу так ты в сторонку красула манглоу это вот это вот так так вот это вот что-то я не думаю что она живая да 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 тут что-то осталось какая-то малышка ладно воткну я ее все ты уходишь в сторону ты освободили освободились два горшочка горшочки всегда нужны вот такие горшочки не нахожу в продаже просто горшочки так ты готов уходи в сторону так можно мне выпить чуточку лимонада это греческий лимонад с острова крит это какие аверуха потом и неро яматикон фигон это вроде выходит из-под земли вот это вот вода и добавляет ей цвет не знаю что очень похож на лимонад не во всех супермаркетах его продают не во всех перри ты ры не знак перри ты же знаете вы что такое киоски вот на дорогах у нас тут они везде но вот такое они продают все даже бывает в каком-то районе нигде не продают в каком-то может найти в каком-то супермаркете супермаркете двух супермаркетах разных фирмах так меня кусают комары у нас еще комары ну скоро 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 их станет меньше так дальше что мы будем делать ну смотрите есть вот это вот пьяло или кружка или супница как ее назвать для мужа и покупала очень крупная казалось суп он в такой не ест чай много вот тут у меня красула вот это вот как ее там красула маргиналис рубра варьегата в общем пока это все вы выговоришь язык сломаешь я не стал все они испортились а даже думаю конечики тут не спасутся нет 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 одна может живая в общем у меня еще есть в одном месте может одну спасу ладно сейчас все уходит так земелька вроде бы и неплохая наверное чуть-чуть отсыплю старую земельку а новую и подбавлю еще новой и потом будет все хорошо так ты сюда сюда все делаю при вас ничего не отключаю все естественно как есть так и показываю или какая видите как стоит побольше уберу земельки что побольше еще и свежий добавить так я могу целыми днями пересаживать если меня не остановить я наверное сижу так лучше на видно могу целыми днями без остановки я забываю когда вот как ну то обычно делаю когда встаю и уже не могу ровно встать и остаюсь раком как говорят я тогда понимаю что я наделала сколько часов у меня пересыхает горло могу быть голодная не заметить как пройдут там не знаю сколько часов а я делаю 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 без остановки как угорелая вот так вот я всегда мужу говорю если я у меня был бы было бы как сказать теплица и место такое подходящее в ней вот это посадится видно видно вот он какая-то красула не знаю какая кто-то может опознает она знаете чуточку чуточку таком маленьком стаканчике если у меня очень была тепличка такая вот знаете но уже не где любительская такая знаете профессиональная ох я там развела себе место и сажала пересаживала бы постоянно вот у меня вот такая вот охота работ не знаю что у меня нету 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 конечно у меня достаточно знаний и нету как сказать ладно не знаю слова так посажу вот так пока посерединке я ее эту красу ну мне кажется она разрастется будет пышненьким кустиком я даже не знаю какая она становится что посмотреть на нее хотя бы какая она будет ну ладно думаю что она в закрытой системе без проблем вот вот так черный горшочек и зелененький цветочек совсем неплохо мне кажется она разрастется и совсем неплохо будет если может что-то может что-то еще подсажу потом посмотрим пока вот так пока вот так конце покажу так что у нас осталось так мне надо освободить один горшочек чтобы посадить еще одно растение отключаюсь я на месте все этот горшок оказался его надо покрасить он старенький я его потру покрашу покрою лаком и посажу а сейчас такое растение хочу посадить у меня есть вот такой вот кашпо в него входит пластика вот такой вот горшочек и в него я посажу и в него я посажу вот и все так на дне есть дренаж даже можно еще чуточку вот все легко и просто земельки не опять не видно да думаю ничего срубаю себе голову вы не представляете как приятно тут сидеть моей беседочке обновленной и солнышко ветерка нету так бывает чуточку слабый так хорошо прям я кайфую как говорят вот я вот сейчас вот я чувствую кайф я наслаждение полное для меня вот такая вот погода и занятия вот этим я ни на что не променяю ни на что вот нет на того мне нравится ну вот и хиверия лилакина до лилакина пойдет в этот горшочек корневая такая слабая так плохо растет знаете эхиверии тут в этом районе сейчас где я живу очень плохо себя чувствует очень вообще много суккуленты и себя очень плохо чувствует летом особенно от жара сильно действует не знаю влажность очень летом в общем страдают по одну потеряла то вторую то третью то заболели то еще что-то с проблемами я наверное откажусь от новых видов специально покупать я точно не буду если что-то попадется подарится там не знаю что-то принесу с выставки да покупать не буду что выживет выживет менять ничего не буду новые добавляться не будут потому что вижу что им тут а ну я расстраиваюсь я расстраиваюсь когда они летом раз этот и портятся если зимой скажем все хорошо там весной и осенью а летом портятся ну зачем мне это надо не хочу пусть живут растения более живучие так вроде как все давай наращивай корнивую моя хорошая жара вроде уже сильная ушла давайте уже приходите в себя дождевую воду буду собирать поливать полезную для них вот посадила и и и вот она так потом все надо камушками не обсыпать и кажется все так мне кажется я все пересадила вот этот зеленый камушек сюда так остались у меня вот такие вот два горшочка они пойдут там где были на на подоконник на этом подоконнике где они были там у меня одни форби я их оставлю и в них посажу какие-то эфорби я хотела освободить что посадите форби вот в них посадится сейчас не знаю если я найду какие-нибудь кажется нету а то у них что-то посажу так сейчас я чуточку тут приберу и покажу вам что я сделала конечный результат за коли видите пришел сидит а вот тут вот тут вот тут вот тут прям возле сидит мой муж и амням-ням-ням-ням дразит меня понимаете вот так а ну давай мне тоже я сейчас на камеру буду кушать сюда вкусную кушал вот такую вот булочку я такого не отказываюсь понятно видно да что я не отказываюсь мои щелчки а джак только смотрит ему он нюхает все нравится нюхать а кушать не не ест так отключаюсь и ой увидите ну и вот результат посаженных растений посмотрите какая красота больших горшочках пышненько вот красула спрингтайм такая вот она красивая тут сейчас солнце светит прям красота камушки уже обсыпала вот тут вот сейчас вот на фоне коричневых не видно это розовенькая ну надеюсь она будет красивее или же поменяю камушки вот так вот пока пристроила освободили зато два горшочка так освободила маленький теперь запомнила крупненький тут но мне кажется вырастет и будет красавица ему сделала белую крошку мраморную черный стакан мне кажется красиво смотрится отсюда я добавила который тут был красула другого места принесла сюда цунула и сюда если разрастется будет красиво на такая знаете варегатная розовенькая и вот такая вот эхиверия тоже посадилась все что-то пойдет на кроме кроме вот этого остальное вот это вот все пойдет на подоконник зала когда я подоконник уже как сказать подготовлю покажу вам все растения пока я на подоконник ничего не ставлю потому что кошечка пока туда запрыгивает пока их пристрою куда-нибудь ну вот и все спасибо что были со мною надеюсь вам было не скучно слушать мои болтовню смотреть то что я делаю надеюсь все за снято неплохо я даже не проверяла все сняла с одного дуль дубля без проверки еще раз спасибо и жду ваши лайки подписывайтесь то еще не подписался задавайте вопросы если есть поправляйте и всего всем хорошего хорошо спасибо 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 Продолжение следует...